Восстановительные работы в социальных объектах Советско-Гаванского района после февральского циклона до сих пор не начались. Об этом стало известно во время визита в район Михаила Дегтярева. Три недели назад в школах и детских садах ветром сорвало крыши и выбило окна. Антон Петрович с подробностями. Во второй половине февраля снежный циклон накрыл всю территорию Хабаровского края. Пострадало несколько районов. Однако самые сильные разрушения принес ветер на побережье Татарского пролива. В Советско-Гаванском районе он достигал 39 метров в секунду. Рвал крыши со зданий. В поселке Завета Ильича в школе порывом выдавило целый оконный проем. Заделывали его своими силами. Сразу же отозвались много родителей. Сюда пришли родители, учителя, дети. И все вместе делали окно. На следующий день после циклона в четырех пострадавших районах ввели режим межмуниципальной чрезвычайной ситуации. Это делается для того, чтобы местные власти могли оперативно получить средства из бюджета края на восстановительные работы. Прошло больше двух недель, а окна в поселковой школе по-прежнему закрыты одеялами и полиэтиленом. Если мы в режиме ЧАЭС так работаем, что через две недели ничего не сделано, то вопрос у людей законный возникает. Как работают органы власти в Хабаровском крае, когда нет режима ЧАЭС? Отсюда доверие к власти падает. Представители краевой власти говорят, что они не могли перечислить средства без необходимых документов из района. Муниципалитет ссылается на законодательство. Оформить бумаги, по словам главы района, быстрее было нельзя. Сегодня собирается документация. Считается весь ущерб, который сколько сметы считаются, акты пишутся, составляются. В течение уже полутора недель мы этим занимаемся. Помимо социальных учреждений, ущерб нанесен и жилым домам. Кровли ремонтируют за счет резервных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Крыши начали менять 2 марта. Полностью закончить работы специалисты обещают в начале мая. Мы делаем, грубо говоря, даже весь конструктив снимаем. Видите, плиты карнизные, которые сейчас в аварийном состоянии. Потому что один подрыв был, там они на не перемычках, а буквально на проволоках. По словам представителей Краевого Минфина, средства из бюджета региона на ремонт социальных объектов Советско-Гаванского района выделили в прошлую пятницу. Сегодня они должны поступить в район. Установить новые окна должны до конца недели. На ремонт крыш времени потребуется больше. Антон Петрович, телеканал «Губерния». Во время циклона пострадало также имущество местных жителей. Ветер повредил теплицы, балконы, заборы. В правительство Краева уже поступило 129 заявлений на оказание материальной помощи. Всем пострадавшим выплатят по 10 тысяч рублей.